приветствую вас друзья на гороскопе таро на июнь 2017 года в этот раз я буду для каждого знака зодиака записывать отдельное видео в одно видео я не смогу склеить все 12 знаков потому что получится слишком длинное и объемное видео которое не просто не смогу загрузить на свой канал поэтому будем смотреть по отдельности но зато зато друзья мои в этом месяце я внесла нововведение и она заключается в том что я решила соединить гороскоп таро и онлайн гадание мы будем для каждого знака зодиака по каждой сфере жизни как обычно выбирать одну из трех карт то есть изначально будем загадывать одну цифру единичку двучку или троечку я буду на каждую цифру выкладывать карту и будем смотреть какая карта вам досталось и таким образом возможно прогнозы на месяц будут более точными и более приближены к индивидуальным но все равно помните о том что индивидуальный прогноз такие гороскопы таро не заменят ну что начинаем поехали да еще хотела сразу вас предупредить о том что качество съемки будет разное в этих видео где-то я снимала дома где-то в походных условиях где-то на штативе где-то с руки поэтому в некоторых видео будет качество картинки замечательное а в некоторых видео будет она немножечко такое пострадавшие делайте скидочку друзья мне пожалуйста потому что мне в этом месяце было очень тяжело снимать гороскоп таро силу того что я очень загрушена работой мне очень много консультаций я просто не нахожу свободного времени уже знаете так немножечко из последних сил как говорится свободную минутку снимаю для вас гороскоп вот поэтому будьте ко мне благосклонны и снисходите ну что рыбоньки мои выбирайте пожалуйста одну из трех циферок единичку двоечку или троечку для того чтобы узнать каким будет 2017 году июнь месяц для вас в личных отношениях ну что выбрали цифру тогда выкладываю карты ну что ж приступим приступим и так для тех кто выбрал единицу досталась карта восьмерка пентаклей эта карта для тех людей которые уже состоят в браке говорит о том что брак это работа и возможно ваши отношения будут идти своим чередом по накатанной программе ничего особо меняться не будет и в основном ваша личная жизнь представляет из себя череду повторяющихся событий жизнь как конвейер да работа дом работа дом дом работа дом работа может быть какая-то учеба помимо всего прочего а так в основном бытовые обязанности какие-то да и вот такой сплошной день сурка для тех кто встречается восьмерка пентаклей говорит о том что вряд ли ваши отношения в этом месяце как-то кардинально поменяется ну а для тех кто в поиске своей второй половины о эту карту я называю в этом случае кастингами то есть вам придется очень много пройти знакомств свиданий вряд ли вы встретите именно того человека с которым вы дальше решите пойти по жизни вместе но зато у вас будет очень хороший опыт общения с противоположным полом также эта карта говорит о том что вам надо что-то изучить в плане знакомств в плане выстраивания взаимоотношений может быть посетить какие-то тренинги может быть какие-то курсы пройти я обычно рекомендую послушать статью да да или вот сейчас появилась мила левчук тоже интересная девушка хорошие вещи рассказывать может быть я не со всеми ее тезисами согласна но так в целом если послушать то неплохие вещи она рекомендует ряд других специалистов тоже могла бы порекомендовать но уже не в этом видео дальше для тех кто выбрал двоечку вам выпала карта шестерка жезлов карта успеха карта достижения каких-то целей осуществления ваших планов надежд а также дорог путешествий поэтому если вы уже состоите в браке то ваш брак приносит вам успех и благополучие ваш статус становится выше и круче в зависимости от того как вы выстраиваете отношения со своей второй половиной также шестерка жезлов для тех людей которые уже состоят в браке может давать измены поэтому будьте в этом плане осторожны но обычно по этой карте изменяет мужчина женщине но не наоборот для тех кто только встречается ну скорее всего этот месяц будет таким бурным активным связанным какими-то поездками путешествиями с какими-то достижениями ну в общем все классно а для тех людей которые в поиске ну тоже хорошее время для того чтобы может быть встретить свою вторую половину где-то в поездке в командировке или просто в путешествии так для тех кто выбрал точку досталась карта обывателя рыцарь пентаклей рыцарь пентаклей обычно такой ленивый уволень которому нужен вот такой серьезный волшебный пинок под зад волшебный пендель как я это называю для того чтобы он хоть как-то расшевелился и хоть что-то начал предпринимать так вот в личных отношениях если вы уже в браке эта карта может говорить о том что деньги выходят на передний план то есть какие-то ваши финансовые достижения или бытовые привычки и привязанности вас как-то начинают объединять партнером но надо понимать что ваш партнер или вы будете склонны к лени в этом месяце если вы только встречаетесь то эта карта может говорить о том что вашего партнера надо подталкивать каким-то решительным действием иначе придется долго ждать ну а для тех людей которые в поиске девушкам рекомендую обращать внимание на рыцарей пентаклей то есть таких спокойных рассудительных основательных ребят серьезных у которых впереди серьезные перспективы на будущее и ну они могут быть финансово довольно успешными через определенный промежуток времени ну а парням рекомендую все-таки не торопиться выборе партнершей все тщательнейшим дума тщательнейшим образом обдумывать и оценивать но что ж друзья вот такой прогноз у меня получился по личным отношениям теперь давайте смотреть работу карьеру и денежку снова я предлагаю вам выбрать цифру на всякий случай вы можете в общем то не изменять своему выбору который вы сделали в первый раз когда мы смотрели личную жизнь а можете на сей раз выбрать и какую-то другую циферку все зависит от вашего настроения как карта ляжет как душа вам подскажет нужно выбрали цифру тогда я выкладываю карты так выпали следующие арканы для тех кто выбрал единичку выпал рыцарь пентакли опять таки карта спокойная уравновешенная медленная но в плане денег и карьеры дает постепенный рост медленный конечно но рост ну и прибыль соответственно тоже будет она может быть не такой значительной как вам может хотелось бы но тем не менее тоже приятно также в ваших делах как материальных так и карьерных или в бизнесе может сыграть серьезную роль какой-то молодой человек молодой специалист судя по всему для тех кто выбрал двоечку вам досталась девятка мечей но к сожалению эта карта неблагоприятно как финансовом отношении так и в карьерном и в бизнесе эта карта не сулит ничего хорошего за исключением тех людей которые работают где больничка да потому что эта карта связана с больницами с болезнями если вы врач если вы работаете в медицинских учреждениях или вообще как-то связаны с медициной то окей у вас в карьере все будет складываться более-менее комфортно но для всех остальных девятка мечей это одиночество это отчаяние это могут быть и увольнение и потери денег какие-то убытки потери какие-то убытки какой-то несчастье поэтому в этом месяце постарайтесь быть поосторожнее так что касается тех кто выбрал троечку им досталась дама кубков хорошая карта позитивная карта она указывает на то что какой-то добрый человек как эта женщина может сыграть хорошую роль в вашей карьере то есть чем-то вам помочь как-то вас продвинуть как-то поспособствовать вашим успехом мы в наполнении вашего бюджета тоже эта карта весьма и весьма недурственно также вы можете сами выступить в качестве дамы кубков если вы женщина а это означает что ваш успех зависит от вашей эмоциональности и способности к пониманию других людей и умению деликатно и дипломатично находить к людям свои ключики свои подходы так ну что ж вот такой прогноз у нас по деньгам по работе получился теперь давайте смотреть здоровье и самочувствие снова выбирайте одну из трех цифр я буду выкладывать три карты чтобы мы смогли сделать прогноз на ваше самочувствие в июне 2017 так а на тему здоровья и самочувствия такие карты выпали для тех кто выбрал единичку пятерка жезлов целом указывает на крепкий организм хорошее здоровье но могут быть болевые какие-то ощущения вследствие спазма просто употребляйте какие-то спазмолитические препараты и собственно говоря таким образом можете снять болевые синдромы для тех кто выбрал двоечку досталась карта влюбленные эта карта тоже в общем то неплохая может давать зачатие детей например беременность рождение ребенка для тех кто не планирует это замечательное событие в своей жизни влюбленные могут говорить о некоторых проблемах в парных органах это почки в первую очередь парные органы могут быть и легкие и уши и глаза ну и так далее уже не буду перечислять все парные органы организма так что берегите их и тогда будет вам счастье для тех кто выбрал троечку выпала тоже хорошая карта солнце она в целом говорит о том что побольше солнечных ванн принимайте в этом месяце можете немножко под загореть но конечно же избегайте солнечных ударов солнечных ожогов используйте кремы соответствующей защитой и все тогда будет замечательно потому что вам необходим витамин d для укрепления ваших костей да скажем так ну и солнце в целом говорит о хорошем настроении о жизнерадостности но правда эта карта может давать и воспалительные процессы и повышение температуры тела поэтому вот за этими моментами следите а в остальном все хорошо все прекрасно все замечательно ну что ж друзья мои вот такой у меня получился прогноз для рыб на 2017 год июнь месяц ну а пока до свидания друзья до новых встреч